Привет, друзья! В наших прошлых видео, когда мы обсуждали метод Хорд, метод касательных, метод проб, используемый для нахождения приближенных значений корней уравнения, ну а в частности мы это применяли для нахождения корней полиномов, мы все время говорили, что корни локализированы на некотором промежутке Аб. Но мы никогда не пытались найти границы этого промежутка. Давайте-ка сегодня на примере полинома третьей степени попытаемся это сделать. Возьмем некий полином АХ куб плюс БХ квадрат плюс ЦХ плюс Д равно нулю и будем искать такое число Н, для которого если абсолютное значение переменной превосходит Н, вся левая часть уравнения, то есть собственно наш полином, не обращается в ноль. Что это фактически означает? Это означает, что все корни данного полинома, то есть все нули, будут локализированы в интервале, точнее на промежутке от минус Н до Н. А за его пределами полином нигде не будет обращаться в ноль. Ну, вполне очевидно, что для этого будет достаточно, чтобы абсолютное значение члена содержащего переменную в максимальной степени превосходило абсолютное значение суммы всех остальных членов. Более того, достаточно будет даже если одна треть абсолютного значения члена АХ куб будем превосходить абсолютное значение каждого из последующих членов полинома. Б с квадрат будет превосходить С, Х, ну и будет превосходить коэффициент Д. Данные несложные и вполне неравенства дают нам следующий результат. Абсолютное значение Х должно превышать 3 модуля В делить на модуль А. Абсолютное значение Х должно превышать корень квадратный из 3 модуля С делить на модуль А. Ну и абсолютное значение Х должно превышать корень кубический из 3 модулей Д делить на модуль А. Ну, естественно, что решением данных неравенств будет наибольшее из полученных значений. Давайте-ка на каком-либо практическом примере, на некотором примере, выясним, как это работает. Попрактикуемся, так сказать. Возьмем хорошо знакомый наш поленом. x куб минус 6x квадрат плюс 11x минус 6. Ну, а почему мы выбрали такой поленом? Да потому что вполне очевидно, что его корни 1, 2 и 3. То есть поленом с заранее известными корнями. Так будет намного проще. И составим систему неравенств. 1 третья модуля x куб больше, чем 6 модулей x квадрат. Так, и получается, что модуль x должен превышать 18. Отлично. 1 третья x модуля x куб должна превышать 11 модулей x. Отсюда модуль x должен превышать корень квадратный из 33. Вполне очевидно, что корень квадратный из 33 меньше, чем 18. Далее. 1 третья модуля x куб должна превышать 6. То есть тут получается, что модуль x должен превышать корень кубический из 18. Но корень кубический из 18 меньше, чем 18. Следовательно, наш промежуток это минус 18, 18. Ну, достаточно грубое приближение. Но все же верное. Действительно, 1, 2 и 3 находятся на промежутке от минус 18 до 18. Теперь так. А что если бы мы с вами, ну, представим, не знали, что этих корней 3. А у кубического полинома может быть либо один действительный корень, либо 3 корни. И вот мы стоим перед выбором, сколько их на данном промежутке. Собственно, сам промежуток-то мы нашли, а вот сколько на нем корней, мы не знаем. Как это выяснить? Возьмем производную от нашего полинома. Первую производную. И что у нас получится? 3x квадрат минус 12x и плюс 11. Проравняем ее к нулю. Дискриминант чему будет равен? 144 минус 12 на 11, 132. Это у нас 12. Следовательно, где же находятся наши локальные экстремумы? Ну, вот x1 это что такое у нас? Это 12, ну, скажем, плюс корень из 12 и 2 корни из 3 поделить на 6. Ну, то есть 2 плюс корень из 3 на 3. Вполне очевидно, что второй тогда будет 2 минус корень из 3 на 3. Также очевидно, что эти абсциссы максимума и минимума точно попадают в данный промежуток. А что это фактически означает для кривой, нашей кривой третьей степени? Ну, это означает, что она 3 раза пересекает ось абсцисс. И причем все эти пересечения находятся в пределах промежутка от минус 18 до 18. Ну, давайте вот так изобразим. Минус 18, 18. При минус 18 он вполне очевидно будет иметь отрицательное значение. Вот она растет, раз пересекает, два пересекает, три пересекает. А при 18 он также очевидно будет иметь положительное значение. Вот назовем наши корни, скажем, ξ1, ξ2, ξ3. А что мы такое нашли с вами, что за x1 и x2? Ну, x1 и x2 это положение, ну, тут, честно говоря, вполне необязательно. Давайте-ка мы так лучше подпишем. Это будет 2 минус корень из 3 на 3. А вот этот будет 2 плюс корень из 3 на 3. Вот так вот, дорогие друзья. Получается, что у нас 3 корня. Вот таким способом мы можем выяснить с вами, где находятся эти корни, на каком промежутке они локализированы и сколько их. Правда, нужно все-таки сказать следующее, что для полинома в четной степени все это работать не будет. Потому что полином в четной степени не обязательно должен пересекать ось абсцисс. Так бывает, что у полинома в четвертой степени корней нет, точнее, действительных корней нет вообще. Ну, на примере, скажем, какого-нибудь полинома второй степени, или, как мы привыкли говорить, квадратного уравнения, это достаточно легко видеть. Не обязательно же парабола должна пересекать ось ОХ. Но этот метод, в принципе, мы можем использовать для полиномов любой нечетной степени. Ну, а далее мы поговорим про более общий, более совершенный подход, такой, как, например, теорема штурма. КОНЕЦ КОНЕЦ